Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня я решил продолжить серию видео. Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже! И рассказать вам, как очистить кожу в домашних условиях правильно! Делаю оценку на слове правильно! Видео о том, как очистить организм! Как обеспечить правильное питание! Как правильно пить воду! Как предупреждать многие заболевания! В том числе и онкологические! На моем канале уже есть! И бесплатным бонусом вы получаете улучшение состояния вашей кожи! Многие жалуются, что для того чтобы кожу улучшать таким способом нужно ежедневно совершать какие-то действия! Ваш автомобиль тоже вам не будет жаловаться плохой ездой по дороге, если вы обеспечите ему правильное питание! Но сегодня решил пойти навстречу! И написать видео, как очистить кожу в домашних условиях быстро! Ну и правильно конечно! И для этого расскажу, как приготовить скраб из кофе для жирной кожи! Это частая проблема! С ней достаточно сложно справиться! Но сегодня вы узнаете как это сделать правильно! С точки зрения врача, диетолога, фитотерапевта, натуропата, автора десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах! Поэтому смотрите это видео дальше! Я думаю новую информацию вы сегодня получите! Как и в других видео на моем канале! Чтобы приготовить скраб для жирной кожи первично нужно выбрать зерна кофе! Одни эксперты советуют выбирать пережаренные зерна! Другие говорят более полезные зеленые зерна! Я советую выбирать зерна средней обжарки! Это лучший выбор на мой взгляд! По той простой причине, что в пережаренном кофе многие полезные вещества уже потеряны! А в зеленом попробуйте их взять из зеленого зерна! Чтобы ваша кожа получила какой-то эффект! Кроме скрабирующего! Ведь можно получить два в одном! И очистить кожу! И несколько ее подпитать! Поэтому я советую выбирать зерна средней обжарки! Далее конечно такими зернами! По ним разве что можно ходить и улучшать работу всего организма! На стопах представлены все органы и раздражения разных зон! Он тонизирует ваш организм! Но все-таки лучше! Если эти зерна измельчить! В тонкий порошок! Чем более тонко вы измельчите кофейное зерно, тем лучше скраб у вас получится! Но! Такой кофе еще не готов для приготовления скраба! Сухое зерно даже в измельченном виде! Вряд ли отдаст вам все полезные вещества! Каждый из вас знает свои способы приготовления кофе! Они отличаются и напитки также! Если же вы возьмете измельченное кофейное зерно в рот! То вкус у вас у всех будет одинаков! То есть практически никакой удовольствия вы от такого кофе не получите! Поэтому для того чтобы приготовить скраб для кожи из кофе лучше использовать кофейную гущу! И как приготовить правильно скраб из кофейной гущи для жирной кожи? Вы узнаете прямо сейчас! Очень важный вопрос! Как приготовить кофейную гущу для скраба правильно? Если нам нужен скраб из кофейной гущи для очищения жирной кожи? В этом вопросе я полностью полагаюсь на вас! Иными словами! Тот способ приготовления кофе который вы считаете лучшим! Это самый лучший способ в данном случае для приготовления кофейной гущи! Чтобы у вас получился скраб для очищения жирной кожи! Если у вас есть жирная кожа то скорее всего нарушена работа печени! А кофейный напиток кофе сам по себе правильно заваренный! По вашему вкусу он улучшает работу в том числе и печени! Способствует увеличению образования желчи! Иными словами улучшается очищение вашего организма! Но! Конечно для кофе есть свои показания и противопоказания! Если у вас нет противопоказаний! Я имею ввиду гипертоническую болезнь! Атеростероз сосудов! Даже в начальных его проявлениях! Кофе вы пьете по утру заваренный вашим способом! А кофейную гущу оставляйте для скраба! И в принципе такой скраб уже может работать! Вы можете использовать кофейную гущу для очищения жирной кожи! Но! Вы можете получить еще одну опцию! Кроме улучшения работы печени с помощью кофе! Кроме механического очищения кожи с помощью скраба! Вы еще можете немножечко усилить очищение своего организма! Усилив секрецию потовых желез! Напомню! За жирность кожи отвечают сальные железы! И кофе помогает с этим справиться! А вот потовые железы — это тоже очищение вашего организма! И в этих двух сосудах у меня есть два секретных ингредиента! Которые можно использовать в этом случае! И как это сделать правильно? Вы узнаете прямо сейчас! Что же это за секретные ингредиенты! Обеспечивающие дополнительное очищение кожи! И некоторое очищение вашего организма! Это соль! Здесь у меня каменная соль! Здесь морская соль! Некоторые эксперты советуют использовать соль крупного помола! Она приносит больше пользы! Дополнительный скрабирующий эффект! Безусловно! Скраб должен механически очищать кожу! Но! На мой взгляд достаточно нежных кофейных зерен! Измельченных и разбухших в воде! Чем использовать глыбы или кристаллы поваренной или морской соли! Которые будут просто раздражать кожу! Я думаю такие видео если вы попробуете такую экзекуцию со своей кожей провести! Вы это легко и просто увидите разницу! Поэтому не имеет значения по большому счету помол соли! Потому что нужна совершенно другая опция от соли! Скраб — это кофейная гуща! А соль — это дополнительная возможность для очищения вашего организма! Можно использовать любую! Я предпочту морскую! Все-таки если есть жирная кожа, то обмен веществ скорее заторможен! Он замедлен! А морская соль содержит йод! Который может обмен веществ дополнительно активировать! И через щитовидную железу помочь вашей печени лучше работать! Лучше очищать кровь! Потому как от жирорастворимых токсинов организм избавляется всего двумя путями! Естественными путями я бы сказал! Основной путь — это примерно литр желчи, который вырабатывает печень! Если вы поддерживаете правильное питание, ваша печень помогает вам очищать ваш организм! Или вы правильным питанием помогаете печени очищать организм! А дублирующая система — это сальные железы! Которые при сухой коже вырабатывают около 20 грамм кожного сала в сутки! На всю поверхность кожи! При жирной коже — около 50 грамм! И после этого начинаются косметические проблемы! И у вас вопросы — как очистить жирную кожу в домашних условиях! И вот один из вариантов! Одна из возможностей здесь есть! Что мы делаем? Мы берем соль и добавляем кофейные гущи! Примерно один к одному! Соль я уберу! Она мне уже не помощница! И дальше начинаю перемешивать! Сразу смесь схватывается! Это понятно! Соль удерживает на себе влагу! И смесь достаточно густая! Кстати, вот такая консистенция! Она непригодна для применения! Если ваш косметолог приготовил такой скраб при вас — меняйте косметолога! Он не знает, как правильно очищать вашу кожу! Либо хочет на вас немножко заработать! Соль должна полностью раствориться! Иными словами, ни один кристаллик! Будто морская соль! Будто поваренная соль! Не должен коснуться вашей кожи! А вот соль, растворенная в воде! Более того! Ведь соль продолжает! Она обладает астматическим эффектом! И продолжает насыщение этой смеси! Вытягивая из кофейных зерен то, что не удалось вам удалить! Вашим способом приготовления кофе! Кое-что здесь останется! Если вы нанесете такую массу на кожу — вы увидите характерный цвет! Показывающий, что не все вы смогли извлечь в утреннюю чашку кофе! Не беда! Вы это можете извлечь в скраб! Практически смесь стала уже жидкой консистенцией! Вы это видите! Она пригодна для применения! Но я бы советовал несколько подержать ее! Пусть она выставится 10-15 минут! И после этого ее можно наносить на те участки кожи! Где у вас повышена жирность кожи! И таким скрабом вы будете внешний вид своей кожи улучшать! Правда, такой скраб не очень подходит деловым женщинам! У которых очень мало времени! Нужно время на приготовление! Не нужно еще ждать! Но чем-то нужно жертвовать! К косметологу! Наверное, вы будете ехать еще дольше! Либо косметолог к вам домой будет ехать более продолжительное время! А утренняя чашка кофе может перейти еще в такое легкое косметическое средство для вашей кожи! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычными подписчиками моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео! Не забудьте поставить на него лайк! Думаю, что достаточно много полезной и интересной информации вы узнали! И теперь вы знаете как приготовить скраб из кофейной гуще для жирной кожи! Правильно! Чтобы ваша кожа радовала вас своим состоянием! И помогала вам достигать в жизни большего! То есть иными словами жить лучше и дольше! До новых встреч на моих каналах!